Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Наш сегодняшний гость — непростая хрюшка, гроза охотников, обладатель стальных мышц и нервов. Этот монстр кажется бессмертным, а порой в действительности таковым является. Встречайте, нет, не грозную большую кошку, а простого парнокопытного, или кабана, или вепря, он же дикая свинья. Парнокопытная млекопитающая, из рода кабанов семейства свиных, предка нашей домашней свиньи, да и просто животинку с остальными. Ну вы поняли, суровые условия жизни превратили этого парнокопытного в агрессивного монстра, животного мира. Этот обычный дикий свинь способен пережить укус ядовитой змеи, отразить атаку хищника, превосходящего его в размерах, и залечивать раны, несовместимые с жизнью. Кабан освоился на просторах Евразийского континента. Это его историческая родина. А уже потом людишки завезли диких хрюшек в Америку и Австралию. Кабан несомненно отличается от домашней свиньи, которая произошла от него. Он обладает более коротким и плотным телом, более толстыми и высокими ногами. Кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши тоже длиннее, острее и притом стоячие, постоянно растущие верхние и нижние клыки, торчащие изо рта вверх, у самца гораздо более развитые, чем у самки. Из-за вариативности мест обитания кабаны живут от зоны темнохвойной тайги до пустынь, а также всех горных поясов вплоть до альпийского. Так вот, из-за этой вариативности географическая изменчивость диких кабанов очень велика. Выделяют 16 подвидов кабанов, которые объединяют в 4 региональные группы – западные, индийские, восточные и индонезийские. В отличие от прочих парнокопытных, кабан всеяден. В этом он может сравниться даже с человеком. Кроме вершков-корешков, поросенок с удовольствием наворачивает мясцо, особенно зимой, когда еды мало. А поддерживать тушку в 100-200 кг в боеспособном состоянии все-таки надо. В основном кабаны питаются падалью. Специально они не охотятся, но если попадется легкая добыча, в них все-таки взыграет инстинкт хищника. Кабан обычно держится недалеко от богатых водой в болотистых местностях, как лесистых, так и заросших камышом и кустарником. Это социальное животное, формирующее стада с матриархальными порядками. В стаде кабанов обычно насчитывается от 10 до 40 особей. Все они – самки с детенышами. Самцы же путешествуют отдельно от дам и присоединяются к стаду только в период гона. Движения кабана неуклюже, но быстры, плавает он превосходно и может проплывать значительные расстояния. Зрение развито слабо. Кабан не различает цветов и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него. Зато обоняние, вкус и слух очень хороши. Кабаны осторожны, но при этом не трусливы. Однако при всем этом жизнь у нашего вепря очень тяжелая. Что зимой, что летом, на каждом шагу его подстерегают опасности. То охотники из кустов вылезут, то хищники, то ядовитые гады. Кстати, от последних свин имеет врожденный иммунитет. Особенно актуальна эта суперспособность на территории Индии, где ползучих и ядовитых гадов очень много. Среди животного мира такая мега способность имеется только у ежей, медоедов и мангустов. Ищите ролики про этих супергероев в плейлисте «Животные Европы и Азии». Но и охотников кабан не боится. Более того, все скорее наоборот, так как каждый хищник облизывается на аппетитные формы нашего сегодняшнего гостя. Дикий свин быстро усвоил простую истину. Лучшая защита – это нападение. Любого, кто посмеет угрожать его тушке, кабан насадит на свои клыки, а они у него бывают немаленькие. Как вы поняли, жизнь дикой хрюшки полна приключений и опасностей, которые не могут проходить бесследно. Отражая нападение вооруженных монстров, хряк получает множество ран и травм. Однако волей к жизни у кабана не занимать. Даже самая, казалось бы, несовместимая с жизнью рана, незамедлительно лечится кабанами грязевыми процедурами. И что самое интересное, залечивается. Ведь грязь имеет антицептическое свойство. Поэтому гной, возникающий в ране, проходит, а сама рана потихоньку затягивается. Так что из врагов у дикого кабана есть две главные опасности. Голая обезьяна со стреляющей палкой и волки. От змеи он защищен, а всяких там псовых ему бояться не стоит. Но и охотники часто получают от диких свинок. Охота на кабана часто сопряжена со значительной опасностью, так как он нередко бросается на охотников. Причем самцы-сикачи наносят рваные раны своими мощными клыками. А самки, у которых клыки поменьше, сбивают неосторожных охотников с ног и вьют их передними копытами. Опаснее всего старые кабаны, держащиеся в одиночку, а потому и называемые одинцами. У старых сикачей перед гоном образуется на спине и по бокам что-то вроде брони из подкожной хрящевидной ткани. Во время гона эта броня предохраняет бока животного от ударов клыков другого самца во время драки за самочку. А как вы думаете, почему у человека больше всего развита совместимость внутренних органов именно со свиньей? Пишите свои варианты в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.